Друзья, всем-всем-всем здравствуйте. Вы на канале Никиты Крылова. Я прямо сейчас нахожусь на Кипре. Такой обалденный вид. Прибыли мы поглядеть на местные красоты. Конечно, панорамы впечатляют. Это говорит правильно. Нет. Посмотрите. Я вас спрашиваю, куртка надо, не надо? Не надо. Красота вообще. Виллы старые, новые стоят здесь. Потому что видовое место, видите, там с бассейнами, без бассейнов. Старая церковь называется Белла Пэрис. Я не знаю, как это в честь, возможно, это как-то цветает. Просто Адам сказал на английском языке. Вот я вам как бы и передаю. Церковь Белла Пэрис. Нет интернета, чтобы загуглить сейчас, посмотреть вообще историю этой церкви. Но что-то, надеюсь, нам расскажет Адам. Посмотрите, какие красивые кактусы. Я просто люблю кактусы. И тут они вот растут. Огромные красивые кактусы. У нас тоже, кстати, подобные кактусы растут. И они, бывает, колючками стреляют. Ну, не, ну, подобные, но не такие. Вот. А эти, смотрю, вообще без колючек. И что меня больше всего радует, что они не исписаны. Вот. Поэтому, если кому надо, вот есть чистые кактусы. В общем, кому надо, не обращайте на них внимания. Пусть будут чистыми. Давайте покажем плащ. Плащ. Ну, красота какая, Белла. Очень инстаграмное место. Такое, конечно, все зашли. Контролера нет на входе. Но билеты мы купили. Вот говорят, у турков это норма. Так, а что? А, снимать можно, но без этого самого. Но без вспышки. Ого. Красиво. Вот так вот. Такой европейский костел. Стой, он балкон даже, второй этаж все есть. Кому нужны крутые фоточки в инстаграм, приезжайте сюда. Прям, конечно, впечатляет. Кипарисы огромные прям. Кто-то потерял апельсинчик. Или это мандаринчик. Вот. Красота. О, тут тоже проход есть. Красота. Мне это место очень нравится. Пойдем сейчас наверх, через секретный проход. Аккуратнее. Все, все, да. Окей. Такие низенькие. Вот. Но больше двух метров. Вот. Очень красивые места. Очень прям. Ага. А, я думаю, как они забрались. Все легко. Редактор субтитров. В следующем месте мы уже находимся, Адам нас привез, смотрите, тут кипрская еда, очень красивые такие ресторанчики, вот, и красивейшее место, о, классная какая машина, хорошая, красивейшее место, как-то Каснул называется, ну, короче, говорит, крепость, вот, если кратенько, ой, здесь бухта классная. Я вам сейчас все сразу покажу, красиво, очень красиво, ой, заходим, заходим, ворота, ходим, это мы уже во дворе крепости, не знаю, сколько лет. Так, зашли в музей, небольшой музей здесь, так, давайте я переключу на другую камеру, оп, так вот. Что здесь за экспонаты у нас, старая лодка, кипрская, амфоры. Мы, кстати, когда-то с Лехой находили тоже такие амфоры, но чуть поменьше, вот, но тоже у нас есть у родителей где-то она прям склеила Леха всю, из черепков эту амфору. Ну, а перестали уликаться этим делом, потому что скорпионы увидели и испугались, больше туда не ходили, на крепость. О, это прям видно, что дна морского поднимали, потому что все в алипах в этих. Леха, слышите, как поднимается? Вот так прям и перевозили, показано, как видите. Странно, почему не поставить, не сделать нормальное дно, чтобы стояли, вот не знаю. Это же для чего-то было сделано, а для чего, не пойму даже. Может, перекатывали, не знаю, может, кто-то знает, скажите, напишите, интересно. А вот, наверное, почему такая форма, они так их складывали как-то, чтобы лучше они держались. В землю их можно встретить еще. Ага. В землю, интересно. А, все, это весь музей? А не, а вон наверх еще можно пойти. Поднимаемся на стену крепости, сейчас. Должен где-то открыться красивый вид. Где? Так, не здесь. И не здесь. А, вот там. Вон сюда, сюда, Олег, можно. Да? А, не, нормально, вот сюда и вышли мы. Да. Наверное, вот туда надо идти. Что-то не в той стороне мы. Ой. Зашли. Вершина красивая. Так. На эту сторону я понял, что можно посмотреть. А еще, на самом деле, можно на ту сторону посмотреть. Где, не знаю. Море очень красивое. Голубое. То, что надо прям. Смотрю, порт здесь. Вот такие старинные кораблики плавают. Не порт, база, база. Нашли самую крутую смотровую же площадку. Откуда видите вид. И на ту марину. И на ту марину. Ой. Смотрите, сколько парусников. Красивое. Очень красивое место. Прям Кипр. Он потихоньку себя влюбляет. Вот у меня лично. Это так. Сначала у меня были очень неоднозначные впечатления. Сейчас все больше и больше нравится. Почти спустился уже легко. Красивое место. Очень атмосферное такое. Достойное. У вашего внимания. Классно. Мне нравится, что эти мяса такие, знаете, живые. Они используют. Например, вот мы были до этого. То есть пару минут назад. Грубо говоря, по видео. В предыдущем месте. Там проходят вечера оперы. То есть поют. Тут тоже, видите, конференц-холл. То есть разные тоже мероприятия проходят. Считаю, это правильно. Нужно использовать такие места. Я только что прочитал немного вообще о этой крепости. Она была основана в 7 веке византийцами. Для чего? Для защиты от пиратов. И самое главное. Это корабль. Вот сейчас. Я же не поднялся просто туда. Сейчас я вам покажу. Поднимаюсь, поднимаюсь, поднимаюсь. Вот что значит, не прочитавший пришел. И кажется, все не так интересно. А на самом деле... Знаете, сколько этому кораблю лет? Корпус корабля. Это до недавнего времени вообще был самый старый найденный корабль на планете. Представляете? Это был самый старый четвертый век до нашей эры. Представляете? Две с половиной тысячи лет кораблю. Обалдеть. Обалдеть. Вот так вот. Что-то Леха просто поднялся и говорит, да там что-то корабль, да и все. Я думаю, ну не буду снимать. А потом интернет появился на секунду, прочитал две с половиной тысячи лет кораблю. Обалдеть. В восемнадцатом году возле Греции нашли более старое судно. Вот до восемнадцатого года это был самый старый корабль, вообще найденный человеком. Ну а теперь, после того, как уже знаешь информацию, все вот эти амфоры, все это, конечно, уже смотрится совсем по-другому. Две с половиной тысячи лет. Вот так выглядело судно. Реконструкция. Вообще красота. Смотрите, прям находили, да, камни. Они использовали, видимо, как эти самые, тоже кикаря какие-то такие. Для чего-то. Может, чтобы борт не бился. Вместо шин, покрышек. А может, для балласта, для какого-то, не знаю даже. Ну и амфоры, представляете, какие древние-древние, прям. Две с половиной тысячи лет. Обалдеть. Вот место, да? Кипр. Остров, казалось бы. Как сюда люди добирались. И вон уже в какие времена спокойно все перебирались, заселяли срова. Не проблема уже была. Вот получается, да, какие. А так он, ну да, хотя чуть не маленький, конечно, он был. Ну, вы видели тоже масштабы. Ну, вот по сравнению с человеком, просто какие они были, смотрите. Вот загружают амфоры. В туниках. Вот я бы очень хотел, честно говоря, такую машину времени, так ненадолго. Раз туда. Какие-то как тандыры такой. А, нет, это что-то несут. Сундук. Рыбка. Красота. Домики красивые, как сейчас, да, вот эти вот мы проезжали. Как правильно это назвать? Не дача. Коттеджи. Что-то такое. Какие-то древние карты тоже. Так-так-так-так-так. А, ну, вот, в принципе, вот так выглядело судно. Передвигалось оно от Греции. Ну, немало. Посмотрите, как город из мир. Немало оно тоже прошло. Как путешествовали в те времена вообще. Да. Да. И вот как все это находилось, восстанавливалось. Вот фотографии. Две с половиной тысячи лет, представляете? Дерево сохранилось. Я вообще не понимаю, как так делали. Вот-вот-вот она реконструкция. Красота. Ну, да. И получается, что после того, как эта крепость была византийской, дальше уже, в общем, кто завоевывал эти земли, там, венецианцы были здесь, и дальше, 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 тем она и служила фортом. Ну, а сейчас, я же говорю, туристам служат просто. Пальма, кстати, вот, очень крутая пальма. А, что здесь? А, ничего, закрыто. Все, ясно. Close. Центральная часть города. Много людей гуляет. Вот, кстати, много очень студентов из разных стран-континентов. Так, а куда-то мы идем. А, с Адом. А, там ведет нас в ресторан. Видовой, говорит, красивый. Вот он наш ресторанчик. Сейчас подходим, будем выбирать, что у нас здесь хорошего. Хорошо походили, хорошо, надо поесть. Видовой ресторанчик. Поэтому пошли именно сюда. Много, это как сетевое заведение, много, где есть здесь по Кипру. Вот, несколько, так точно. Вот, он говорит, сюда или туда. Мы говорим, ну, где вид лучше, туда и пойдем. Так-то все. Решено. Вот, как выглядит внутри ресторанчик. Очень красивый вид на море. Не дуюсь здесь, хорошо. Стекла, окна, все есть. Вот. Вообще супер. Красота. Мы уже сидим на месте, смотрите, тут заведение. У них специфика, что они приносят орешки. И поэтому в столе есть отверстие для чистки этих орешков. Вообще, я попробовал. Арахис-то вроде соленый снаружи. Но внутри соли-то нет. Я так и не понял. Это хитрый план. Смотри. Соленые орешки. Так. Они вообще стоят вообще копейки. Да. И они бесплатно их поставили. Есть специальная дырка под орешки. Да. И ты думаешь, так, есть и орешки. Надо же корешкам пива еще взять. Гениально. То есть они тебя провоцируют на покупку еще. То есть компания будет еще брать под пиво. Возможно, возможно. Я, кстати, из меню выбрал вот это вот. Прям то, что на упаковке и нарисовано на обложке. Вот. Говорят, какая-то вкусная котлета. Сейчас посмотрим, что будет. Вот так вообще Леха очень подробно снимал, показывал меню. В среднем, грубо говоря, 10 долларов цена за блюдо. Ну вот. Вот, ориентировочно. Ну да, вот, например, целая тарелочка. Там 215-255 лир. 10-15. Что будете заказывать? Я вот такой. Я вот тоже, да. Китайский. Очень хорошо вот так возле воды сидеть, конечно. Посмотрите, вот эта вот крепость, в которой мы как раз-таки были. Только что, вот буквально пару минут назад сюда раз, прошли и все. И бухточка, вот она. Одна, вторая. А получается, за этой горой как раз-таки уже какую-то базу мы видели. Вот современная бухта. Я тут пытаюсь рыбок выглядеть. Опа. Вот видите, да? Рыбки плавают. Но акул что-то не видно больше. Красивое место. Очень красивое. Я уже свою котлету порезал. Я даже не знаю, думаю, хочу ли я показывать тоже, какая она вкусная. Или просто вы мне доверитесь. Вот. Майонез, кетчум, да? Так, так, так. Огромные порции здесь. Прям вообще огроменные на самом деле. Хороший вид. Вот. Вот. Согревший глинник. Какая-то большая. Вот. А я думал показать, думаю. Так уже и показывать не надо. Все Леха рассказал. Все. Приятного аппетита. Я наелся. Леха, надеюсь, тоже. Ты вообще молодец. Ты вообще не жалеешь. Я пожалел чуть-чуть. Вот. Я на самом деле не доел. Даже так, я скажу. Ну, ты же показал ту крепость. Первую, вторую, да? А, да, да, да. Да, вот ситуация. Я-то рассказываю, что вообще в Турции так принято. Ага. На входе нету никаких контролеров. Они сами подходят, покупают билеты и все. Да. И он даже знал, что нет контролеров. Да. Купил билет и просто мы пошли. Да. На север. Там на самом деле ходишь, никто вообще не смотрит. Нету там ни шлагбаума, ни цепочки через Каверуте пропускают. Вообще ничего, да. Да. Ну, да. Вот такой менталитет. Вот. Ну, а еще в Турции, да, хороший менталитет в плане еды. В Турции, говорю. Северный Кипр и Турция, говорю. Хотя это северный Кипр, это другая страна считается. Ну, да. Вот. Вот. Ну, это, я думаю, больше зависит от человека тоже. Да, да. Не, это да, да. Не, а так это в Турции же говорят норма, что действительно не шлагбаума. Вот, хотя... А, где я даже не знаю, я по музеям не ходил. А, ходил я, кстати, в музей, какой-то морской музей. Вот. И там был вход просто. Может, там тоже билеты продавались, не знаю. Может, нет. Ну, не знаю. В общем, не знаю. Все. Тяжело рассуждать, потому что желудок полный. Буду заканчивать видео. Желаю всем всего самого лучшего. Было вкусно. Еще раз повторюсь. Вот и вам тоже желаю побольше вкусного, побольше хорошего. Счастья, здоровья и, конечно же, мира. Все. Всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok